Всем добрый вечер, уважаемые участники. Рад приветствовать вас на нашем новом вебинаре, который проходит совместно с Александром Элдером, трейдинг у правого края экрана. Буквально пару слов перед началом скажу. Во-первых, как всегда, начну с предупреждения о рисках. Всегда важно понимать и помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. О рисках Александр рассказывает очень много и на каждом вебинаре, поэтому этот вопрос также очень подробно освещается. Для тех, как раз перед запуском записи, я задал небольшой вопрос в чате. У нас достаточно большое количество участников, кто уже постоянно работает с нами, торгуется Адмирал Маркес, но также есть и новые участники. Вот буквально пару слов о компании Адмирал Маркес тоже вначале скажу. Адмирал Маркес – это компания-брокер. Мы являемся международным брокером, работаем уже более 19 лет и предлагаем для наших клиентов как классическую спекулятивную торговлю с использованием кредитного плеча на акции, на фондовые индексы, на валюту. Так и в прошлом году мы запустили возможность инвестирования в акции, то есть покупка акций, как американские, так и европейские. То есть вот тот подход, наверное, который ближе всего подходит как раз по стратегиям Александра, то есть именно торговля без плеча, покупка активов. И фактически все акции, все активы, которые мы будем с вами разбирать, они доступны на платформе Метатрейдер и, соответственно, доступны для торговли. Мы всегда очень большое внимание уделяем обучению, поэтому мы предоставляем широкую линейку различных вебинаров. То, чем мы больше всего гордимся, это вебинарами, которые проводим раз в месяц с Александром. Если вы уже присутствуете на этом вебинаре, то на второй вам повторно регистрироваться не требуется, ссылка вам придет автоматически уже на следующий вебинар, который будет в июне. Также четверг, последний четверг июня. Перед началом тоже расскажу о регламенте. Сейчас я передам слово Александру. Мы пройдемся по основным инструментам, как всегда, мы начинаем с индекса S&P 500, то есть с обзора целой картины. Затем уже ближе к концу будут серии вопросов-ответов, то есть какие-то вопросы вы уже присылали, точнее оставляли под записью этого видео на нашем YouTube-канале. Ссылочку тоже для новых участников я пришлю. И в конце мы также подведем итог розыгрыша книги с автографом Александра, легендарной книги. Для меня она легендарна, то есть это фактически первая книга, с которой я начал 10 лет назад изучать торговлю, трейдинг с доктором Элдером. И вот одну книгу сегодня мы подарим тому участнику, чья идея была оставлена в комментариях в прошлом видео. И та идея, которая больше всего понравится Александру, эту книгу мы подарим. И мы продолжим разыгрывать эти книги, поэтому будьте внимательны, каждый из вас может получить книгу с автографом Александра. Поэтому также расскажу, как в дальнейшем это можно будет сделать. Ну а сейчас я со своей стороны готов передать слово Александру, как я уже сказал, лично для меня. Но я думаю, что для многих людей, кто присутствует на этом вебинаре легендарной личности в мире трейдинга, всегда с нетерпением жду этого вебинара. Поэтому, Александр, если вы готовы, то я передаю слово вам и переключаюсь также на метатрейдер, сразу же на индекс S&P 500. Спасибо большое, Роман, за такое доброе представление. Самый лучший способ стать популярным – это умереть. Я вчера в этом убедился, я узнал не так давно о смерти моего старого друга Джеральда Пелл. Это человек, который изобрел индикатор MACD. Ему было 83 года, и он в последние годы очень болел. И я об этом опубликовал сообщение в своем аккаунте в Твиттере. И за день, за сутки добавилось почти тысяча последователей моих в Твиттере, в котором я не очень активен. Обычно, чтобы набрать тысячу, просто занимает 2-3 месяца, а тут за один день. Так что, я смотрю, похороны – это популярное дело. Держитесь за книжку с автографом, и когда я откину концы, то эта книжка может быть даже ценой, более чем сейчас. Такая грустная шутка. Но я не собираюсь повышать цену этой книжки, ценность этой книжки в ближайшее время, как можно дольше. Спасибо за доброе вступление, Роман. И сегодня мы поговорим о рынках, о сегодняшних рынках. Мы рассмотрим основные рынки, американские, S&P. Наверное, посмотрим на нефть, на все, что вы хотите. И потом я отвечу на ваши вопросы. А кроме того, как сказал Роман, у нас конкурс пришло, две страницы имейлов пришли с различными заявками. Я посмотрел все эти акции, и, понимаете, у каждого из нас свой взгляд на акции. Это не то, что одна акция хороша для всех. У каждого свой стиль игры. Кто-то любит покупать дешево, старается продать дороже. Кто-то любит купить дорого, чтобы потом еще дороже продать. Купить и продать бегущую акцию. Разные стили игры. Поэтому, когда я смотрю на них, то, естественно, я применяю это. Все идет, например, к моему методу, к моим способам игры, о которых мы поговорим, когда будем смотреть на то, что вы прислали. Но сейчас, на данный момент, давайте начнем с того, чтобы, как всегда, посмотреть на сегодняшние рынки. На американском рынке продолжается взлет. Недельный график, вы видите его слева. Дневной график справа. По импульсной системе, и тот, и другой, зеленые. Если, так сказать, закрыть глаза и играть сегодня, то, конечно, люди покупают все. Но при этом у более скептического человека, как я, возникают различные сомнения. Например, когда мы смотрим на уровень MACD-гистограммы, кстати, индикатор, который изобрел великий наш, ныне покойный Джеральд Пелл. MACD-гистограмма уже на той высоте, на которой обычно появляются пики. Если мы смотрим на правую сторону, мы видим колоссальный пик на дневном графике MACD-гистограммы в центре графика. В апреле падение ниже нуля, 2-3 недели тому назад. И сейчас гистограмма поднимается, но поднимается гораздо слабее. Роман, а у нас есть возможность эти графики перевести с недельного дневного, скажем, на получасовой и пятиминутный? Или это трудно? Нет, конечно, можно сейчас одну минуту. Единственное, да, 30 минут и 5 минут, да, вы сказали? Да, прекрасно, прекрасно. Да, сейчас только немножко нужно время. Да, да, пожалуйста, пока вы это делаете, я скажу. Я сегодня с утра еще, рынок идет вверх, да? Я с утра играл на понижение и снял немножко денег с этого рынка в игре на понижение. Потому что у всех у нас, у каждого серьезного дружевика есть свой метод действия. И у меня таких метода два. Во-первых, я люблю купить дешево. То есть, если рынок упал и колышется возле дна, и особенно если он опустился чуть-чуть ниже предыдущего дна, то меня это очень интересует, это самое дело, купить. А когда рынок наоборот идет, как в данном случае, поднимается вверх, и вот в данный момент, с левой стороны, на 30-минутном графике, мы видим, как S&P пробило выше недавнего пика, выше пика этой недели. Во вторник, по-моему, это было. Выше этого пика. И смотрите на МСД гистограмму. Какова была сила быков в центре графика? Это был во вторник. В понедельник в Америке был выходной. Но электронный рынок был открыт. Так что S&P торговалась, а во вторник, значит, сильно взлетело. И вот это была максимальная сила быков. Идем дальше, значит, конец дня понедельник, весь день вторник. МСД ниже нуля. И вот сегодня, сегодня, сейчас справа, у правого края графика, вы видите высоту этой МСД гистограммы. Цена на новом максимуме. МСД гистограмма еле попискивает. Смотрим еще ниже. Индекс силы в центре графика. Индекс силы во вторник, когда произошел взрывной рост цен. И вот индекс силы у правого края. Это сила, индекс силы на сегодня. То есть колоссальная медвежья дивергенция. Я смотрю на это дело, и у меня, так сказать, почесывается палец, которым нажимаешь на курок, стрелять. Сейчас, значит, это дело надо коротить. Но не сейчас, не сейчас, не в данную минуту. Почему, почему не в данную минуту? Идем направо, идем направо, и у нас пятиминутный график. И мы видим, что пятиминутный график очень силен. Во-первых, сам график цен находится выше верхнего конверта. И это показывает, что быки очень сильны. Мы смотрим на, немножко ниже, на гистограмму, и эта вот дивергенция, которая сейчас видна, не вызывает особого доверия. Потому что для того, чтобы дивергенция была, так сказать, легальной, как я иногда говорю, МСД гистограмма должна упасть ниже нуля, а потом подняться. И это падение ниже нуля было очень минимальным. Это показывает, что у медведей силы нет. Поэтому терпение, терпение, терпение. Руки чешутся, но, как сказал мне как-то давно один приятель, привстань, положи левую руку под зад, привстань, положи правую руку под зад, теперь сядь и хорошо сиди. То есть 30-минутный график говорит, мы подходим к точке, к зоне, где очень стоит коротить. А справа 5-минутный график говорит, еще нет, еще нет. На 5-минутном графике дивергенция очень слабая, надо подождать. Может быть, попозже сегодня. Осталось еще более, почти 4 часа в этой торговой сессии сегодня. А если не сегодня, то завтра. Но очень интересно. Вот так вот. То есть все новички смотрят на левую сторону и говорят, а, пробелы на новую высоту, пробелы на новую высоту, по-английски называется breakout, покупаем. Пожалуйста, пожалуйста, покупайте, становитесь в очередь. А кому мало купить, тому я продам. Вот это один из моих стилей игры. Найти место, где толпа стоит на ушах или толпа в абсолютной панике. В абсолютной панике я ищу зону покупки. Стоит на ушах, я ищу зону продажи. В данном случае я ищу зону продажи. То, что происходит... Давайте вернемся, Роман, давайте вернемся к недельному и дневному графикам S&P. То, что происходит на рынках сейчас, конечно, мягко сказать, странно. Экономика в очень неважном состоянии. Бизнесы начинают закрываться. Рестораны, бизнесы связаны с оказанием услуг. И то, что закрываются они, они не могут платить аренду. Значит, начинаются проблемы у владельцев коммерческой недвижимости. Клиентуры перестают платить аренду. Один, два, три месяца они это могут пережить. После этого уже становится сложнее. Если у владельцев арендных площадей проблемы, то постепенно эти проблемы станут проблемами банков, в которых они взяли ипотеку. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. И при этом такие колоссальные, мощные донышки, как то, что мы видели в марте, обычно через несколько месяцев происходит вторичный тест этого донышка. Было бы очень необычным. Бывает, может быть, но очень необычным. Для такого острого дна остаться, и вот начинается новый бычий рынок. Просто сомнительно. Поэтому, когда я смотрю на рынки, то у меня, в принципе, два подхода. Я ищу или глубоко побитые группы, в которых можно осторожно начинать покупки. Энергетика, в первую очередь. Или, наоборот, возможности закоротить то, что вроде поднимается, а на самом деле тормозится. Вот такое мнение про S&P. При этом я хочу повторить или подтвердить то, что сказал несколько минут тому назад Роман. Когда я говорю, я делаю это, или я вот буду, собираюсь сделать то-то, это не значит, что я вам даю советы, покупая и продавая. Я не могу давать вам советы по той простой причине, что я не знаю вас, я не знаю вашего финансового положения, терпимости к риску и так далее, и так далее, и так далее. Но я считаю, что что я должен дать вам, это мое открытое и неотребзатое мнение. И поэтому, когда я смотрю на этот график, что я делаю, я думаю вслух. Я думаю об этом так, я думаю об этом эдак. Вот то, что я вижу. И иногда, иногда оказывается, что я вижу что-то, чем я хочу торговать. Но опять-таки, если вы соберетесь следовать каким-то вот из этих идей, да-да-да, я продам это, и я куплю это, то обязательно несколько вещей. Во-первых, вам нужно четко просчитать риск. Контроль над риском – это одна из центральных задач биржевика. У вас может быть блестящая торговая система, но если вы не контролируете риск, с концами. И вам нужно рассчитать, какой процент от вашего капитала вы можете поставить под риск. потому что абсолютно 100% надежных вещей в рынке нет, за исключением одной. Необходим контроль над риском. Вот так вот, Роман. Какой следующий рынок, хотели бы вы посмотреть? Здесь мы можем посмотреть, ну, как всегда, мы смотрим в связке еще с точки зрения валют, то есть можем посмотреть евро-доллар, сейчас я его добавлю. И дальше посмотрим золото, WTI. Это, значит, это евро, оцененное в долларах. То есть с правой стороны одно евро стоит доллар и 10,5 центов американских. В последний месяц евро поднимается, евро растет. Я, кстати, для подтверждения всегда, я когда смотрю на евро, даже не надо поднимать это на рынке, на графике я просто скажу, я люблю смотреть на японскую иену, потому что иены и евро обычно ходят в разные стороны. Иена считается как бы страховкой против европейских валют. И сейчас иена постепенно проседает, а евро растет. И вот эта просадка иены подтверждает для меня, что евро развернулся, евро развернулся, и евро идет вверх. Поэтому, если играть на евро, если играть на евро, то вот здесь вступил бы в действие мой подход – купить подешевле. Значит, сейчас, если вы смотрите налево, на недельном графике, в европодъем у правого края, смотрите на дневной график, у евро тоже подъем. То есть, если купить сейчас, значит, евро стоит, как я сказал, доллар и 10,5 центов. А если вы посмотрите, особенно на правом графике, на дневном, синяя и красная линия – это медленная и быстрая, скользящая и средняя. И они находятся где-то в зоне доллара 9 центов. Я называю вот это пространство между двумя линиями – зоной ценности. Значит, ценность евро – доллар 9 центов. Если пойти и купить его сегодня за 1-10,5, значит, переплатить. И человек, который это делает, как бы говорит, я, конечно, переплачиваю, как бы немножко дурак, но я думаю, что я на днях найду еще большего дурака и продам ему это еще дороже. Может быть, может быть, но вряд ли. На рынках очень мало дураков. Поэтому покупать по принципу наибольшего дурака не система, с моей точки зрения. Что я делаю в таких случаях? Значит, зона ценности где-то находится в доллар 9 центов. Эта зона постепенно поднимается, значит, чуть-чуть выше каждый день. Это легко просчитать, насколько она в среднем поднимается в день. И вы видите, что во время этого тренда периодически бывает паника. точно так же, как во время падения были взлеты. А сейчас во время взлета получаются маленькие паники. И эти паники опускаются в зону ценности. Поэтому я бы, как рыбак, закинул свой крючок на удочке вот в эту зону между двумя скользящими средними. Вот где бы я старался купить. Терпение, терпение, терпение. Паника неизбежна. Маленькая паника. Всего на пару дней опустить цены в зону ценности. Слабые держатели вытрясены. Дреной готов идти выше. Вот так вот. Тогда сейчас добавляю золото. Золото. Интересный рынок. Золото – это страховка от тяжелых времен. От опасных времен. И золото – это страховка от инфляции. Я, кстати, помню, это было вообще тысячу лет тому назад, когда я был маленький совсем, была няня, которая еще у моего отца была няней. Она была казачка. Я уже не помню, из какого района. Но во время Первой мировой войны она была молодой прислугой какого-то генерала. И этого генерала оказался в Персии, в Иране. А дома оставалось золото. И вот эта вот молодая служанка взяла мешочек с золотыми монетами, отвезла его в Иран, добралась до Ирана, очень честно, отдала генералу этот мешочек и вернулась обратно на Украину. То есть золото – это страховка от худших времен. Когда американские пилоты летали над Вьетнамом, у них был спецзапас, на случай, если их собьют в запас входили золотые монеты. То есть а сейчас в мире очень такая, ну, такие релические отступления, но на самом деле они показывают, что когда дела плохие, золото – это деньги. И сейчас дела не важны. Все жестче, жестче схватка между Америкой и Китаем. И не исключено, не исключено, что дело может дойти до перестрелки. У демократии есть враги. и один с одним врагом, это были фашисты, это был Гитлер, который объявил войну в Америке, это Советский Союз, который держал танковые армии в Восточной Европе, готовый прокатиться до Ла-Манша. Разводился один, разводился другой, а сейчас Китайцы совершенно четко, это очередная угроза демократии. не исключено, не исключено, что дело дойдет до стрельбы. И я думаю, что вот это, сказать, главная поддержка под ценой золота. Поэтому золото четко стоит на повышение, недельный график все выше и выше. Если вы посмотрите вниз на уровень МАСД, вы увидите, что вот эти вот пики МАСД, они очень равномерные, они примерно одинаковые, да, это показывает вот по всей широте нижнего графика, левого графика, уровни МАСД, индикатора, который изобрел Джеральд Пел, пики одинаковой высоты примерно, вот такой, сейчас еще выше стал. То есть это показывает, что долговременная сила в золоте пихает вверх. А на правом графике, на дневном, мы видим нечто похожее на то, о чем мы говорили про евро. Каждые несколько недель, неделю-две возникает мелкая паника. И от этой паники цена, графики цены падают в зону ценности. То есть цена золота почти все время выше уровня ценности. Люди покупают, 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 но периодически раз в неделю, раз в две падение в зону ценности. И как раз вот такое падение произошло на этой неделе. Во вторник, в среду, и оно, значит, вроде бы заканчивается в четверг, потому что золото начинает подниматься из зоны ценности. Если вы посмотрите на уровень MACD на дневном графике, у правого края донышко более плоское, чем предыдущее дно. Медведи стали слабее. Если вы посмотрите на индекс силы, на том же графике, чуть-чуть ниже, опять-таки, пока вы видите, что уровень медвежьей силы меньше, это говорит о том, что медведи слабеют. Так что долговременный тренд вверх, а кратковременный тренд, который был вниз последние почти две недели, все, похоже, что он выдохся, и начинается новый подъем. Трейдинг это неизбежное принятие риска. То есть очень давно один мой приятель сказал, есть два риска, денежный риск и информационный риск. В данный момент, глядя на золото, информационный риск очень высок. Золото опускалось целые две недели, может быть, тренд вверх закончился, очень опасно покупать, кажется, информационный риск очень высок. Но, с другой стороны, денежный риск очень невысок, потому что защитный стоп можно поставить довольно плотно. А если кто боится информационного риска, то подождите 3-4-5 дней. Значит, золото, и если золото поднимется, то информационный риск станет гораздо меньше. То есть вы можете сказать, да, золото уже идет вверх, я верю. как в старой песне, я верю, друзья, караван и ракет. Да, уже все идет вверх. Но денежный риск будет гораздо выше, потому что защитный стоп близко уже не поставит. То есть вот эта разница между информационным риском и денежным риском. я всегда приму информационный риск лучше, чем денежный риск. Спасибо, Александр. Тогда сейчас можем посмотреть нефть. Ну вот, да, несколько скажу, что это всегда борьба такая, что же принять информационный риск или денежный риск. С одной стороны, не хочется упустить, а с другой стороны, когда недостаточной информации, тоже может быть не совсем комфортно. но здесь я с вами тоже согласен. А информации никогда недостаточно. Достаточно информации только на самом краешке. На самом краешке. То есть когда цена вот уже у самого верха, то все ясно идет вверх. Или когда она у самого низа, все ясно идет вниз. Поэтому для меня информационный риск неизбежен. А денежный риск я всегда хочу уменьшить. Нефть. Вы уже начали пользоваться автомобилем? Каким автомобилем? Своим. Ну, в прошлом вебинаре вы говорили, что, ну, так как был карантин и все сидели дома, то, что практически не использовали сейчас. я живу в Вермонте в горах. И у нас нет такого жесткого карантина. Просто я когда объявили на всякие меры, я позвонил в наш местный полицейский участок и говорю, я имею право на машине поехать. Полицейский говорит, наш губернатор это усиленно не рекомендует. Я говорю, да, я слышал, это усиленно не рекомендует. А запрещено, я повторяю, наш губернатор это усиленно не рекомендует. А, ну, я сел в машину, поднял крышу и поехал прокатиться. Ну, далеко не уедешь, скучно. В прошлом году мы с женой поехали из Вермонта, это северо-восток страны, мы доехали до Лос-Анджелеса, потом она улетела обратно, ко мне приятель прилетел из Берлина, и мы с ней вместе поехали обратно домой. Вот это была поездка. А здесь, что, полчаса. нефть. Так, нефть по негативной цене больше, похоже, уже не продается. Помните, где-то, что это было? Где-то месяц назад. Месяц назад, да-да-да. Да, негативная нефть. Больше не дают. Больше не дают, да. То есть, вот опять-таки, информационный риск был колоссальный, а денежный риск небольшой. И поэтому, поэтому, всякие умные люди, у которых было, где хранить физическую нефть, ее скупали. То есть, все пустые емкости были заполнены. Значит, сейчас цена на нефть это 33 доллара за баррель. В «Остре журнала» была статья, в этом уж и, значит, нашел пустые емкости, арендовал их и заполнил их нефтью по одному доллару за баррель. Один доллар за баррель. Потому что просто производителям нужно было избавиться от нее, некуда было сливать. А скважину же не выключишь, это провод. Но сейчас, значит, он может от меня уже обратно начать продавать по 33. Или подождать, продавать ее по 60. Произошло паническое событие. И связанное с тем, что саудовцы не смогли договориться с Россией, вернее, Россия не стала договариваться с саудовцами, показать им, значит, кто здесь главный. И саудовцы сказали, а, значит, так, хорошо, мы вас опустим. И они могут себе это позволить гораздо легче. И стали продавать нефть по демпинговым ценам. И получился такой вот панический момент, когда действительно фьючерсы на нефть продавались ниже нуля. но все это прошло. Значит, наступило перемирие, наступило перемирие между Россией и Саудовской Аравией. Спрашиваем, кто победил. Победила дружба, конечно. И нефть начинает подниматься. А нефть, это как кровь экономики. Все на нефти. Передвижение, транспорт, химия, пластиковые мешки, которые вам дают в супермаркете. Это все нефть. Поэтому нефть никуда не уйдет. Нефть с нами очень даже надолго. И нефть начинает возвращаться на круги своя. Кстати, 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 вот картинка, которую прямо вот нужно вырезать, вырезать и приколоть к стене. Если вас кто-то спросит, что такое бычья дивергенция? Что такое бычья дивергенция? Посмотрите на дневной график нефти. Посмотрите на это первое донышко, чуть-чуть раньше, вот это дно, но максимальная сила, да, это донышки. А теперь максимальная сила медведей была немножко раньше, она была раньше нижней точки, да? Это была максимальная сила. вот здесь. И потом, когда цена пробилась до абсолютно нового минимума, нефть ниже нуля, посмотрите на глубину и мои серегистограммы. Такие картины возникают, они возникают очень редко, но в следующий раз, когда вы видите такую картину, вкладываете все. Вот это один из тех редких случаев, редчайших случаев, редких случаев, когда нужно принять на себя максимальный риск. Уоррен Баффет, наш великий инвестор, сказал, несколько раз в десятилетие раздражаются небеса и начинается дождь с золотыми монетами. И когда это происходит, то вы выбегаете с пустой ванной собирать эти монеты, а не с лукошком. Вот сигнал, что нужно выбегать с ванной собирать. Такое бывает действительно, несколько раз без телепетия. Такой сигнал был, я принял к нему счастье, в 2009 году, когда американский рынок построил свое дно после тяжелейшего медвежьего рынка 2008 года. Сигнал, на который смотришь, да, это он, даже думать не надо. Вырежьте себе эту картинку, схватите снимок с экрана, распечатайте, вырежьте, повесьте на стенку. Вот это нужно торговать. Причем сигнал на покупку, сигнал на покупку поступает вот когда. Значит, когда вы видите этот сигнал, будь готов как юный пионер. А сейчас, Роман, если вы приведете линию от первого донышка цены до горизонтальной, да, второе донышко прибивает и вот-вот именно здесь, да, и второе донышко прибивает эту цену, а потом эта цена поднимается выше. Вот тут надо начинать приступать к покупкам. Был сначала один маленький ложный сигнал, а потом все пошло поехало. Маленький ложный сигнал на эту невысшая математика. И бычий сигнал продолжается. Кстати, когда мы будем смотреть на акции сегодня, многие из наших участников прислали акции, которые просят меня посмотреть, какая наиболее перспективная. И одна из групп акций, которые люди прислали, это акции различных нефтяных компаний. Все, дно пройдено. Дно пройдено. Я думаю, что сейчас мы можем тогда перейти, попросить написать акции, которые мы можем посмотреть для наших участников. Я бы, наверное, вас попросил резюмировать текущую ситуацию, потому что мы с вами через 30 минут расстанемся еще на месяц. И все то, что сейчас происходит в мире, то есть как все меняется, везде открываются, снимаются карантинные меры, экономики начинают постепенно возвращаться. Вот такое краткое резюме, вот как вы видите сейчас текущую ситуацию? Вы знаете, мир получил колоссальную встряску. Кстати, встряска, которая оказалась сюрпризом практически для всех. 99,99% для всех из нас. Но знающие люди понимали, что она идет. Я был абсолютно потрясен, прочитал книжку, называется Deadliest Enemy, самый смертельный враг, написанную эпидемиологом из Миннесоты. Книжка вышла в 2017 году, 3 года назад. Он еще такой маститый эпидемиолог. И он в книжке пишет, 3 года тому назад, предстоит пандемия, пандемия придет из Китая, распространение будет самолетами, защитных средств будет колоссальная нехватка, больницы будут переполнены, крематории не будут справляться с похоронами, возле больниц будут припаркованы трейлеры холодильники, полные мертвых тел. Все, вот все это расписано, спокойно расписано в книжке, это, 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 это. Но, так сказать, все спали. Он, в частности, недавно смотрел интервью с ним, он говорит, цена самой лучшей маски, N95, N99 лучше, цена такой эталонной маски N95, оптовая цена, 50 центов. Если бы, значит, Америка закупила пару миллиардов этих акций и держала бы их на складе, то вся бы эта эпидемия у нас прошла бы совершенно по-другому, и цена этому была бы как цена двух истребителей, но истребители важнее, чем маски. Короче говоря, то, что произошла вот такая пандемия, это встрепенуло весь мир и страны, то, что называется первого мира, развитые капиталистические и демократические страны, поняли, что они совершили колоссальную ошибку, отдав, отослав производство в Китай с тем, чтобы сэкономить деньги, потому что, когда это дело дошло до плохого, то они оказались без защитных средств, слава богу, лекарства хоть не были отрезаны, и поэтому сейчас колоссальное движение на возвращение предприятий из Китая обратно. Япония выделила огромный, я боюсь соврать, огромную сумму, я не помню точную цифру, это колоссальная цифра, чтобы заплатить японским компаниям, чтобы они ушли из Китая и вернулись или домой в Японию, или хотя бы в Корею пошли. И это сейчас будет по всему миру. У Трампа разработана сейчас уже программа, как за 24 месяца убрать все американское из американских производства из Китая. А китайцы зарываются, коммунисты в Китае зарываются, первые, сами простые китайцы, это же первые жертвы китайских коммунистов, это те же китайцы. Мы сейчас только начинаем ощущать то, под чем местные живут. Они зарываются, вот сейчас с Гонконгом, с Гонконгом применяли все соглашения и наехали политически на Гонконг. Провокации совершают против американских военных судов в Желтом море. То есть, они не понимают, насколько это опасно. Причем, считают себя очень умными. Я, кстати, недавно читал интервью с этим Ши, с китайским предводителем пожизненным. и он, как человек высокообразован, значит, какие книжки он читал? Ну, там, Маркса, Ленина, все. А кроме того, он читал международных классиков. А кто международные классики? Островский, как закалялась сталь. Вот на этом они образовывались. И поэтому у них нет чувства мира, они не чувствуют Запада, и настолько Запад опасен. Поэтому ситуация накаляется и будет хуже. вопрос для меня обойдется это без стрельбы, то есть развалится коммунистическая система в Китае, как она развалила в Советском Союзе, или это закончится как с Германией? Одно из четырех. Посмотрим. Личный взгляд. Спасибо большое, Александр, за ризу мою. Ну, здесь я, наверное, хотел спросить вас, какие, ну, может быть, акции, может быть, сектора для вас интересны. от вас уже прозвучали нефтяные сектора, и у нас будет в списке потом ряд компаний, которые как раз предложили наши участники. И тут у меня сразу же возник вопрос, нам один из участников написал про Delta Airlines. Вот как вы в целом сейчас видите авиаотрасль? Вот я сейчас как раз открыл акцию этой компании. Если кто-то купил Delta по самому донышку, по самому донышку, там, скажем, акция стоила 12 долларов, а сейчас она стоит 25-26, то деньги уже удвоил. Но то, что Delta поднялась от нижних низов и вот до сегодняшнего уровня, по-американски это называется прыжок дохлой кошки. Кошку выбрасывают из окна девятого этажа, она ударяется об асфальт и отскакивает. Но она отскакивает не потому, что она такая прыгучая, а потому, что физический отскак. Временный оптимизм. И на недельном графике это уже видно. Смотрите, разберите, вот внимательно посмотрите на недельный график. У правого края, да, самый последний столбик, вот сегодняшний, за эту неделю. Не закрывайте его, пожалуйста. Вот так вот, да. Он выбил предыдущую верхушку и уже начал откатываться от нее последняя цена посередине этого столбика. То есть, вот этот прыжок дохлой кошки подходит к концу. Фундаментально предстоят очень большие проблемы. Нормальное авиадвижение, когда оно возобновится, неизвестно, неизвестно. Акции смотрят обычно на 6, максимум, 9 месяцев вперед. У нас будет нормальная жизнь через 9 месяцев? Я не знаю. Я просто не знаю. Поэтому я считаю, что покупка акций авиакомпаний, покупка акций круизных компаний, это, мне это кажется преждевременно. Естественно, я могу ошибаться. А если взять вот все-таки тогда ту отрасль, которая сейчас для вас кажется интересной или, опять же, лучше всего реагирует на восстановление, ну, я так понимаю, что-то нефтяное, возможно, еще какие-то есть? Вы знаете, две отрасли очень сильно, очень хорошо себя ведут. Это высокие технологии и нефть. высокие технологии, это, конечно, потому, что мы все пользуемся, когда мы сидим на самоизоляции в домашнем режиме, не ходим на работу, то мы все пользуемся электроникой. Поэтому высокие технологии себя очень хорошо ведут. Я на них смотрелся паской, лично я, потому, что они очень давайте посмотрим пару компаний из списка, которые вы прислали. Например, давайте возьмем, скажем, Square, SQ. Сейчас добавляю, да, я их уже здесь подготовил, правда, не все я нашел у нас, но большинство есть. SQ и потом на Uber посмотрим. SQ. SQ это очень такая интересная компания, это, кстати, ее президент, тот же мужик, который президент Twitter. Я эти терминалы SQ очень часто, сейчас очень мало выхожу из дома, а раньше все время приходишь в маленьких бизнесах очень много, они ставят этот терминал на стол людям, и вот. Это попросту это компания, допустим, скажем, Роман, вы открываете магазин, у вас, скажем, прилавок на улице и вы будете торговать, я не знаю, журналами, скажем, да, они вам дадут или там по какой-то цене невысокой, дадут вам терминал и вы прямо вот стоя на улице этого прилавка сможете у людей принимать кредитные карточки. А, понял, мобильный терминал такой. Да, мобильный терминал, да, или настольный терминал, настольный мобильный. Это все очень хорошо сделано, очень легко сделано, заходишь купить чашку кофе, этот терминал красиво сделано, вот, вот. Эта компания обвалилась когда, значит, со всем рынком, но долго она на дне не проторчала и сейчас опять идет кверху. И по мере того, как восстанавливается, начинает восстанавливаться экономика, это вполне разумная покупка. С другой стороны, с другой стороны, тут сказать, недельный график четко выше зоны ценности, да, поэтому надо смотреть на дневной график и, как всегда, каждые пара недель маленькая паника. Эта маленькая паника опускает цену в зону ценности. Это произошло вчера, сегодня уже поздно, да, но будет еще раз, сейчас она поднимется опять, потом опять будет маленькая паника. В панику все боятся, а вам нужно выключить свои эмоции, когда все боятся, нужно быть смелым, а когда все смелые, надо бояться. вот так вот. Или посмотрим на другую компанию, тоже вот Uber, да, из того же списка. Мы сейчас уже, видимо, потихоньку начали искать победителя. Да, да, да. Хорошо. Да, сейчас подгружается. Uber. Довольно молодая акция. Очень, кстати, упала очень сильно во время этого кризиса. сейчас уже практически вернулась на круги своя, и как пишет один из наших участников, по мере того, как Америка открывается, люди будут избегать общественного транспорта, и Uber будет пользоваться большим спросом. Кстати, Uber объявил, что все водители должны быть в масках, пассажирам будут предлагаться маски, очиститель для рук, то есть они принимают массу таких хороших мер. Опять-таки, недельный график уже выше зоны ценности, вполне нормально. Кстати, акция настолько молодая, что еще нет MACD гистограммы, не накопилось достаточно данных, чтобы этот индикатор стал работать. но очевидно, компания пережила тест, выжила очень хорошо, и на дневном графике четко идет вверх. И опять-таки, каждые 2-3 недели с правой стороны на дневном графике паника. Паника. Маленькая паника была вчера, сегодня уже эта паника кончилась, Uber поднимается. То есть, если вы хотите играть на таких высокотехнологических акциях, у вас, естественно, есть два выбора. Вы можете купить и держать, закрыть глаза и положить в кубы. Я боюсь так себе вести, но некоторые люди это так делают. А более такой технический способ все время отслеживать зону ценности и покупать в зоне ценности и даже чуть-чуть ниже. А потом, когда акция поднимается выше этой зоны на стандартный размер, очень легко замерить, насколько долларов Uber был выше зоны ценности на одной верхушке, на другой верхушке, на третьей верхушке и на таком же расстоянии поставить сигнал о снятии прибыли. Вот, собственно, торговая система. Опять-таки, я не могу вам предлагать, покупайте Uber, покупайте Uber. Я не знаю вашего финансового положения, я не знаю вашей терпимости к риску, но я показываю как я веду себя с таким акцией. У нас остается буквально 10 минут, тогда мы можем пройтись по тем акциям, которые прислали участники, я тогда буду называть, которые я открыл, потому что не все акции тоже я нашел у нас. Вот, в принципе, первая акция это Invesco. или в другом порядке? Нет, прекрасно, это как раз у меня такой же порядок, как у вас, и это одна из акций, которая нравится мне. Invesco это инвестиционная компания, хотя, значит, что я вижу на этой акции Invesco? Она очень сильно упала, причем продолжала падать дольше, чем рынок в целом. Рынок уже стал закругляться в марте, а эта компания продолжала падать даже до апреля. Пробилась до нового донышка. Очень сильная бычья дивергенция в индексе силы внизу, ближе к правому краю. Акция бьет ниже, 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 индекс силы делает более плоские донышки. И сейчас на дневном графике полный разворот и выход наверх. Что-то мол, а вот, сейчас лучше видно. Посмотрите, какая бычья дивергенция на MACD гистограмме и MACD линиях. Опять-таки, это старая компания, очень устоявшаяся, устаканившаяся компания, которая инвестирует деньги, у нее масса клиентских счетов. Если вы пенсионер и не хотите сами следить за своими деньгами, вы можете положить их в компании типа инвеска. То есть, это очень устаканившийся бизнес, бычья дивергенция и на дневном графике уже скользящие средние повернулись вверх, а на недельном графике это показывает, что акция недооценена, что цена ниже зоны ценности. Вот это другой тип акций, который я люблю покупать. дешевое и проверившее дно уже и только начинает поворачивать вверх. Опять-таки, денежный риск невысок, потому что защитную приостановку можно поставить близко, а информационный риск высок. Что делать? Можно подождать 2-3 недели покупать, но если через 2-3 недели она будет стоить не 8,50, а уже, скажем, 9,50 или 10 долларов, то тогда уже денежный риск будет высокий, информационный риск будет меньше, денежный больше. Я всегда возьму денежный риск, приму на себя денежный риск, приму на себя, простите, заговорился, я всегда приму на себя информационный риск, чтобы избежать денежных. Давайте посмотрим, может быть, кстати, там Аркадий прислал несколько имейлов, но все, по-моему, насчет немецкой акции, у меня нет в датабазе немецких акций этот Infineon Technologies. Вот, к сожалению, тоже я не смог ее найти, посмотрим, может быть, в следующий раз. В удовольствие. Давайте посмотрим, Игорь прислал несколько, вот, кстати, Игорь прислал Square, но он еще прислал компанию EGY, это энергетическая компания, EGY, Эдгар Джордж Йеллоу, Вот эту компанию я тоже у нас не нашел, я так понимаю, что это не американская компания. А, по-моему, американская, четко. Сейчас попробую по-другому. E, как Егор, один момент, G, как Григорий, и краткая, и Y, вот, нету, да? Ну, ничего. А как она полностью называется? Сейчас скажу, одну секунду. Одну секунду, сейчас скажу. Потому что так по тикеру почему-то не находят. Бывает, да. Валко, V, double A, LCO, V, double A, LCO. Нет, нет, не отображается. Давайте, давайте глянем загляну на другую компанию тоже, кстати, от того же Игоря. Madison Oil, MRO. Да, вот это есть. Сейчас один момент. Ставлю недельный. Да, есть. Вот пример нефтяной компании. Технически не самая лучшая акция. Другая выглядела лучше. Но, опять-таки, виден разворот на недельном графике. Импульсная система применялась на перестала быть красной. На дневном графике идет четкий постепенный подъем и каждые пару недель паника цена в зону ценности. Есть лучшее. Видел гораздо лучшие образцы нефтяных компаний. Это так себе. Хорошо, но, как говорится, не могу перевести с английского. Может быть, лучше. Да. Поэтому, если вы, вы знаете, прямо трудно выбирать. То есть, если выбирать какую компанию, я думаю, что нахваливший нефть, нахваливший нефть, из тех компаний, которые пришли сюда, то все-таки этот Square SQ. Это компания, которая фундаментально имеет смысл. То есть, у них есть продукт, который востребован, которым люди пользуются, и у них нет, по крайней мере, на данное время, сильного конкурента. Они нашли для себя новую нишу. недельный график показал, что эта компания, как в старосоветской песне, отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Помните, нет? Не пели в школе? Нет. Слишком молодой. У меня почему-то странная вещь. Я когда, у меня участок в лесу, то есть, территория в лесу, и я в последнее время обхожу свои владения с бензопилой и подрезаю упавшие ветки или ветки, которые мертвые на деревьях, такие большие, которые руками не возьмешь. И почему-то, когда я занимаюсь дворнической работой, мне постоянно советские песни в голову идут. Вот. Так, вернемся к этому. SQ высокотехнологическая компания с настоящим продуктом высоковато, высоковато и начинает сейчас головой упираться в зону сопротивления на недельном графике. если мы чуть-чуть уплотним этот график, чтобы больше истории увидеть недельной, то... могла бы давно. А то, что она упрямо бьет в эту зону, для меня это сигнал, что она со временем эту зону пробьет. Недельный график выглядит немножко опасно из-за этой зоны, но если сказал, Алекс, ты обязан заключить денежные пари, развернется или пойдет дальше. Я бы поставил свои 10 долларов на дальше. Смотрит дневной график. И на дневном графике мы выйдем совершенно четкую систему. Каждые 2-3 недели эта акция касается зоны ценности, зоны между 12-го взящим и средним. Кстати, почему я называю это зоной ценности? Разница между ценой и ценностью. Цена это очень просто. Цена это цифра возле правого края. Или допустим, вот роман скажем, вы хотите рубашку себе купить. И вы так примерно знаете, сколько вы обычно потратите на рубашку? скажем, я не знаю, 50 долларов. И вы проходите мимо магазин, там какие-то рубашки выставлены, вроде хорошо выглядят, но по 80. Ничего, я подожду, я подожду, пока распродажа будет какая-то. А может быть, вы идете на какую-то презентацию по бизнесу, а по дороге пролили кофе на себя, купили чашку кофе и пролили на себя. Тут вам без разницы, сколько она стоит, 50 или 80. Покупайте по-любому, да? То есть всегда кто-то, но если у вас есть время купить, вы подождете, когда будет распродажа, и она будет стоить 40. Вот то точно так же люди подходят к акциям, кому-то она нужна сегодня, 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 сегодня. Я предпочитаю дождаться и купить ее, когда будет распродажа в лавке, в магазине. А как узнать, какова ценность? Допустим, я новичок, я только что приехал в эту страну, я не знаю, сколько у вас рубашки моего стиля стоит, не знаю, не знаком. Я только смотрю, там написано 80 долларов, это много, это мало, я не знаю. Я говорю, Роман, покажите, пожалуйста, мне цену этих рубашек за последние, скажем, 10 дней. Я смотрю, ага, значит, вот средняя цена за 10 дней. А теперь, говорю, Роман, покажите мне цену этих рубашек, скажем, за последние два месяца. Тоже график. И я смотрю, значит, ага, средняя цена за два месяца такая-то, средняя цена за 10 дней такая-то, значит, зона ценности где-то вот в этом диапазоне между 10 дней, и двухмесячный средний, да? Это нормальная цена рубашки. Если, скажем, одна будет 49, а другая 51, то я скажу, не, 80 слишком много, я подожду. Поэтому покупаем в зоне ценности. Тогда я правильно понимаю, что эту книгу сегодня мы дарим тому участнику, который предложил акцию Square. Да, это будет Игорь. Игорь, кстати, знаете, в любой игре, кроме того, что нужно правильно играть, есть тактика игры, тактика управления, тактика игры. Вы ведь не выставляли ограничений, сколько тикеров человек может прислать. Да, все верно. И сколько комментариев, таких не было. И поэтому, кстати, нужно сказать, в следующий раз нужно какой-то максимум установить, потому что сейчас все умные будут. Потому что Игорь предложил раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Из восьми-то хоть одна должна быть хорошей. Ну, действительно, да. Ну, это такая не злая хитрость, да? Не злая хитрость. Ну, на самом деле, то здесь давайте мы тогда сделаем таким образом, что тогда Игоря я поздравляю. На YouTube-канале я тоже напишу, оставлю комментарий и скажу, как связаться со мной. Но если Игорь здесь, то напишите мне на почту, и, соответственно, мы отправим вам эту книгу. На следующий раз, то есть у нас этот конкурс продолжается. К этой записи, которую вы сможете найти на нашем YouTube-канале, или те, кто будет уже смотреть записи, точно так же оставьте в комментариях наиболее интересную акцию. И как вот показывают примеры, это может быть не акция, которая там действительно сильно упала и только начинает рост. А вот, как сказал Александр, акция, которая фундаментально очень сильная и в очень хорошем секторе находится, наиболее перспективном. Давайте ограничимся тремя акциями, три инструмента. Вот вы можете написать, например, три разных комментария, и мы, соответственно, их учтем. Поэтому подойдите к выбору инструментов более, соответственно, разумно, что называется, и предлагайте те, которые будут наиболее интересны. А в следующем мы точно так же загораем еще одну книгу. У меня их еще много. Я так хочу, если можно, давайте сделаем максимум не три, а две, потому что народу-то много. Если все по три, то это, боюсь, что будет просто очень много. Хорошо, согласен. Давайте сделаем две. И у нас уже подходит, к сожалению, время. Оно всегда просто молниеносно пролетает. Александр, вот если позволяет вам время, один вопрос из того списка, который я вам присылал. Если есть один, который вам запомнил. О, мы забыли. Хоть два. Хоть два. Только, Роман, дайте мне одну секунду. Я хочу окно открыть, а то что-то тепло мне в комнате. Да, 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 конечно, конечно, конечно. Да, поэтому пока для всех участников также будем ждать ваши комментарии. Роман, давайте посмотрим эти вопросы. Я совершенно забыл про них, поэтому даже… Но это недолго займет. Артем спрашивает, можно ли разогнать счет на среднесрочной и долгосрочной торговле с маленьким счетом? Мы все начинали с малых счетов. Я помню, когда в самом начале я начинал только играть на бирже, взял заем в банке 5000 долларов и сколько-то месяцев мне заняло, чтобы его просадить. Я не знал самого главного. Когда у вас маленький счет, маленький счет, то мой совет вам – забыть из маленького счета сделать очень большой. Когда у вас маленький счет, вам нужно делать только одно – играть, чтобы создать историю своей деятельности. Если вы берете крошечный счет, маленький счет, люди мне недавно говорили, счета, которые состоят из нескольких сотен долларов всего, даже нескольких тысяч долларов – это слишком мало. это как взять крошечный клочок земли и пытаться с него прокормить семью. Первая же плохая погода уничтожит ваше сельское хозяйство. Поэтому, если у вас маленький счет, вам нужно ориентироваться не на делание денег, не на принятие колоссальных рисков каких-то, а на то, чтобы создать себе то, что по-английски называется track record – историю своей деятельности. покажите, что вы можете делать деньги в течение года с маленькими просадками. Полтора года будет еще лучше. После этого вам начнут давать деньги в управление. Но вы должны показать, что вы надежный, постоянный человек. Следующий вопрос. Владимир пишет. Возможно ли закрытие и полное исчезновение бирж? Не думаю, не думаю. Могу развить ответ, но времени у нас мало. Каково отношение к торговле с сетками ордеров? Я не понимаю, что это значит сетки ордеров. В том числе с увеличением объемов последующих ордеров. Вы знаете, насчет могу сказать. Если вы собираетесь, это многие люди делают, я иногда это делаю сам. Можно построить позицию в несколько шагов. Первый шаг должен быть самым большим. Если первый шаг маленький, то и второй. То есть не то, что он должен быть большим, но последующие шаги не могут быть больше первого. Если вы строите пирамиду, пирамида должна быть широкая у основания. А если пирамида становится все шире и шире и шире, то это нестабильная структура. И малейшее движение против вас и все ваши прибыли в окне. Поэтому, добавляя позиции, никогда нельзя добавлять позиции больше, чем фундамент. Как дом. Вот есть фундамент. Значит, можно построить этаж или меньше, или такой же, но не больше. И тут я, наверное, еще добавлю, что это все говорится о прибыли, потому что очень много начинает усреднять, наоборот, когда возникает убыток. Никогда. Вы знаете, есть у меня несколько абсолютных правил, и одно из них – никогда не добавлять к проигрышной позиции. Никогда. То есть, если я что-то купил, вот, например, у меня очень бычий взгляд на кукурузу, я купил фьючерсы по кукурузе, а кукуруза стала проседать. И я выбросил часть позиции, потом еще часть позиции, но, так сказать, ключевую позицию я держу. Я небольшую позицию такую, испытательную взял, несколько контрактов всего. И сейчас кукуруза выглядит, ну, просто блестяще. И, но я сижу, на данный момент в негативе с кукурузой. Поэтому, пока она не выйдет для меня в позитив, я не имею права добавить, начинаю добавлять к этой позиции. То есть, я был прав, что я стал покупать ее. Но я стал покупать ее слишком рано. Пока моя позиция не станет прибыльная, я не могу добавить к своей позиции. Как бы я не был уверен. Причем, я научился этому делу на печальном опыте, поверьте мне. Аркадий спрашивает про индекс силы. Я, как ты перестал следить за двухдневным? Я знаю, у меня есть друзья, которые постоянно им пользуются. Просто перестал. Привычка. И еще от Аркадия, дивергенция MACD-лини сильнее, реже, чем MACD-гистограммы. Есть еще дивергенция индекса силы. Какой дивергенции дает предпочтение в большей степени. Самое лучшее, когда все три дивергенции. То есть, когда все MACD-гистограммы, MACD-линии и индекс силы. Вы знаете, у меня есть партнер, у меня есть маленькая компания, называется Spike Trade. У меня партнер Кэрри Лаворн, очень серьезный мужик. Он всегда говорит трейдерам, what is your A-trade? Какая у тебя сделка 5? Сделка на пятерку. Как выглядит сделка на пятерку? Вот вход в сделку на пятерку. Если ты не знаешь, как выглядит этот вход, тебе нельзя торговать. Вот для меня сделка на пятерку это тройная дивергенция. Мы покрыли все вопросы. Спасибо большое, Александр. Спасибо большое за ваше время. Вот тоже несколько вопросов написали в чат, но о многих мы уже говорили, поэтому просто скажу для участников, что вы сможете найти ответы на вопрос по золоту, по рискам, пересмотрев этот вебинар, потому что мы уже об этом говорили. Ну а следующие ваши вопросы, как всегда, оставляйте под видео на нашем YouTube-канале. Сейчас я ссылочку тоже скину, чтобы вы смогли на него подписаться. Я их заранее отправлю Александру и вот точно так же в конце следующего вебинара, который будет в июне, последний четверг июня, мы их также обсудим. Поэтому спасибо большое, уважаемые участники. Оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваши комментарии по поводу инструментов и выигрывайте книгу с Александром. Спасибо большое, Александр. Как всегда, был рад вас слышать. Спасибо за большое количество полезной и огромное количество информации, которую вы сегодня дали. Ну вот, наверное, все мы сейчас пойдем ее переваривать. Спасибо большое, Роман. С вами очень приятно работать, абсолютно приятно. Так что спасибо вам большое. Без вас этот вебинар был бы совсем другим. Спасибо вам, Александр. Тогда увидимся через месяц и всем тогда спасибо за внимание и до свидания. Все хорошо. Спасибо. 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 Продолжение следует...